Добро пожаловать в мой виртуальный класс! И, кстати, почему их столько? Думаем вместе. Ваши варианты? 3, 4, 6, 16. Если вы новичок, то, скорее всего, ваш ответ 3. Если учите английский язык уже не первый год, то самый распространенный ответ – много. На самом деле в активном залоге, а это когда действие совершается самим, кто-то делает сам. 12 времен. Но не грустите. Как говорят англичане, don't be in a blue mood. Сейчас разберемся вместе. Зачем англичанам так много времен? Ведь в русском языке всего 3. Поехали! В этом нам поможет знание особенностей национального характера англичан. Да-да. Англичане очень любят лаконичность. Им не свойственны длинные предложения в стиле Толстого или Достоевского. Или предложения с несколькими отрицаниями. Русское предложение. Никому ничего не говори. В английский язык. На английский язык будет переводиться только с одним отрицанием. А вот еще говорят загадочная русская душа. Вот уж где настоящая загадка. Англичане скромны, просты в общении. Если бы какой-то прекрасный вид предстал перед ним, то англичанин числа 3 бы размышлял, как лучше выразить всю глубину своего чувства. И наконец сказал бы. Прелестно. Не правда ли? Англичане никогда ничего не будет говорить в лоб. Даже если он в чем-то, ну вот, абсолютно уверен, все равно воспользуется такой конструкцией, которая не обидит собеседника, не поставит самого говорящего в неловкое положение. А их система времен так построена, что, поверьте, попасть в неловкую ситуацию практически невозможно. А уж тем более звучать грубо или вызывающе. Но если только вы не пользуетесь всеми нюансами и принципами, которые предлагает их система времен. На любую грубость и ложь в Англии можно услышать такие слова. А вот как? Или довольно необычная история. А вы не находите? Вся Британия до сих пор гордится грубости королевы Виктории, которая сказала, нам не смешно. Делаем вывод. Любовь к лаконичности, простоте, нежелание звучать грубо или неловко нашли отражение в сформированной веками системе вида временных форм. Таким образом, в системе английского языка появилось 4 настоящих, 4 прошедших и 4 будущих времени. Откуда они, спросите вы? Хороший вопрос. Все просто. На самом деле у англичан тоже 3 времени, но существуют их подвиды или группы. Simple или indefinite, continuous или progressive, perfect и perfect continuous. Итого 4 группы. В каждой группе есть present, past и future. 3 на 4 12. Есть еще действие, которое совершается над кем-то. Мы сейчас говорили об активном залоге. Active действительный залог это когда вы сами делаете какое-то действие. Есть еще пассивный залог, страдательный, когда действие совершается над кем-то. Книгу пишут, стол ремонтируют, меня приглашают на вечеринку, например, или в кино. Об особенностях пассивных конструкциях мы поговорим в отдельных уроках. А сегодня просто примите как данность, что в пассивном залоге 8 времен. У них нет здесь группы perfect continuous и в группе continuous отсутствует будущее время. Таким образом получается 3 в настоящем, 3 в прошедшем и 2 в будущем. 12 в активе, 8 в пассиве. Как все это можно запомнить? Еще применять на практике, скажете вы, ужас? Совсем нет. Если понять принципы 4 видовых групп, то весь конструктор, вытекающий из этих настоящих, прошедших и будущих времен, будет выстраиваться естественно, непринужденно. по факту вам нужно понять принципы 4 групп. Откуда ноги растут, мы с вами выяснили. В следующем видео соберем пазл из настоящих времен в активе. Если хотите убедиться, что все сказанное про особенности национального характера правда, прочитайте книгу Джоджа Микиши. На сегодня все. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поделитесь с друзьями, если для вас это полезно, а я с нетерпением жду для вас на следующем уроке. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok